я всех приветствую сегодня хочу показать и рассказать как решить проблему когда начинает у вас глючить велокомпьютер то есть как видите проблема заключается в том что на велокомпьютере сами переключаются режимы то есть ведет он себя хаотично переключаются режимы сами по себе не нажимая никаких кнопок включается подсветка и начинает она кстати еще очень мерцать не знаю на видео будет видно даже не включается и подсветка то есть почитал на форме вот и почему решил записать видео прочитал на фоломах то что у подобных велокомпьютеров это нас велокомпьютер сандинг модель sd 576 c это беспроводный велокомпьютер но сути не меняет это у подобных велокомпьютеров такая проблема зашел на форум и люди пишут что у них те же самые симптомы то что у меня то есть переключаются режимы включается сама по себе подсветка велокомпьютер не впадать спящий режим спящий режим это когда все цифры пропадают остается только остаются только часы для экономии энергии здесь же он ведет себя то есть хаотично живет своей жизнью но еще и бывает у меня подсветка включается и сама по себе не выключать то есть она вот не знаю будет вам видно немножко видно на начинает мерцать то есть у людей один в один такая же самая проблема но еще максимальная скорость увеличится то что есть у меня было 83 километра в час это максимальную показывала скорость хотя у меня там 55 по-моему было потолок у людей аналогичная проблема то есть все симптомы то максимальная скорость увеличивается меняются режимы то есть вот так вот быстро то же самое что если моды кнопку нажимать а здесь сам по себе это велокомпьютер переключает подсветка включается выключается сама ну и не впадает в спящий режим из-за этого естественно садится батарея то есть пробовал я его вскрыть и если кто захочет его открывать ну то есть скрывать корпус хорошенько подумайте потому что здесь корпус склеенный как пишут на форумах то есть просто отверткой его без повреждений вы его вряд ли откроете я уже пробовал его открытию как видите начал уже ломать корпус и вовремя остановился то есть проблема заключается просто в замене батарейки конечно же здесь есть но здесь где-то вот над километража вот видно немножко индикатор батарейки будет мигать когда у вас заряд батареи падает и будет мигать этот значок говоря о том что нужно заменить батарейку но как видите нужно менять батарейку раньше а велокомпьютер начинает глючить и никто не знает как менять то есть поехал я на рынок купил батарейку там были 40 60 и 100 рублей ну купил за 60 рублей среднюю цену ну решил заменить сначала как-то и не верил то что замена батарейки все излечит но как оказалось сразу же со старту велокомпьютер перестал включить сейчас у меня на одной батарейки здесь у меня батарейки нету даже покажу то есть все как велокомпьютер работает и самое главное что сейчас попробуем даже подсветку включить подсветка перестает мерцать поставил я новую батарейку несколько дней назад дома лежал велокомпьютер тестировал его проверял но включал то есть режимы вообще не глючить то есть проблема заключалась в том что нужно было просто-напросто заменить и китайские батарейки на оригинальный ну японский они у меня из японии то сейчас покажу вам оригинальную батарейку которую купил на рынке вот она называется на cr2032 на принципе и китайская та которая шла с велокомпьютера такая же самая вот получается справа китайская слева идет ту которую купил на рынке сейчас я поставлю китайскую батарейку и со старту начнет тормозить велокомпьютер так что имейте ввиду если у вас такая же самая проблема как и у меня то меняйте батарейку естественно отпишитесь комментариях поможет или нет ну и вот сразу видно что мерцает подсветка это уже говорит о том что сейчас велокомпьютер начнет жить своей жизнью хотя бывает не сразу тормозит он вернее не сразу начинает глючить время от времени изначально не понимал думал вдруг там из-за холода он начинает тормозить домой занес в тепло аналогично начались глюки думал еще на платформа замыкает ну как видите не снял с платформы занес домой и то же самое что и на велосипеде проехал я на нем 500 километров батарейки этих хватило на ну грубо говоря на 4 месяца все их менять нужно желательно если купите велокомпьютер такой самый нормальный на 100 километров у меня получилось а где-то порядка трех километров это погрешность в остальном он замеряет правильно максимальную скорость среднюю все остальные режимы здесь он показывает четко в остальном же я всем доволен температура там около двух градусов тоже погрешность есть но это нормально для таких электронных датчиков они все по сути врут от обычного термометра ртутного ну по сути все вот заменил батарейку на китайскую ну сейчас он очень круче ты нужно подождать тут не угадаешь когда он начнет глючить принципе можно подождать пару минут он будет глючить можно сразу со стартом начинают выдавать непонятные значения ну первые глюки это по подсветке то есть она здесь идет умная подсветка включается в темноте но вот видно мерцание это уже говорит о том что сейчас начнется ну собственно и все если у кого-то подобная проблема была поменяйте батарейки ну и смотрите сами то есть элементарная процедура замене батарейки и все будет глючить то есть верить тому индикатору который говорит о том что нужно заменить батарейку верить нельзя кстати замерил я мультиметром вольтаж китайской батарейки эту которая купил вольтаж одинаковый вот я не понял в чем проблема думал что падает вольтаж и от этого начинает глючить ну как видите глюк все-таки исправил ну точно точную причину сказать не могу думал что вольтаж падает ну как видите вольтаж одинаковый у меня получился и в общем подсветка сама включилась собственно кому помог отпишитесь в комментариях если у вас была такая проблема если вы решили всем спасибо за внимание всем пока если будут какие то вопросы пишите возможно вам помогу